Всем привет! У нас сегодня опять трансляция очередная, которая в выходные начинается в 12 по Москве, а по будням у нас начинается в 10 по Москве. Утро, естественно. Вот, и сейчас мы ходим, пока что отвечаем на вопросы. Гошку я отцепил, но он еще сидит нормально. Так, там есть вопросы какие-то от зрителей? Сколько живут? Вороны сколько живут? Если говорить про диких воронов, то в среднем они живут лет 12 в среднем. Это из-за того, что есть и всякие болезни, и хищники, и еда в основном не самая лучшая. Вот, поэтому гораздо меньше живут, чем не на воле. Ну, вот так вот, в домашних условиях. А в домашних условиях они живут, вот максимум зарегистрированные, до 75 лет прожили. Ну, а так в среднем говорят, что лет 40-50 живут при должном уходе. То есть, если есть и обследование, и хорошее питание, и хорошее содержание, и если с птицей заниматься, постоянно занимать ее мозги, то, ну, вот так. Что-то еще есть. Как определили, что он мальчик? Ну, знающие люди подсказали. Вообще, если делать прям точный анализ, то надо делать генетический тест по крови как-то так. И тогда точно узнаешь, это мальчик или девочка, самка или самец. Вот, а так, в принципе, по внешним признакам, Гошка очень похож на пацана. Поэтому и решили, что он пацан. Ну, и в сравнении с девочкой, с самкой сбранной, Гошка явно похож на самца. Какие важные правила есть в дрессировке ворона? Интересно. Скорее, тут не надо воспринимать его как человека, а именно как животное надо воспринимать. То есть, чтобы не было такого сюси-пуси-муси-пуси, как с ребенком возиться, этого не надо делать. Не надо с ним спать, там, если в этом у себя в квартире держишься. Не надо его приучать спать рядом с собой. Надо его учить, ну, более-менее какой-то самостоятельности, чтобы, там, находился в вольере один ночью, к примеру. Или когда вас нет, уходите куда-нибудь, чтобы он находился один и знал, чем себя занять. Там, игрушки ему оставлять, какие-то головоломки. Вот, ну, вот это вот одно из важных правил. Если этого не соблюдать, то это будет чисто маминкин сынок, птенец, постоянно орущий и страдающий, когда вас не будет. Это плохо. Вот, все, сейчас походим, погуляем, может быть, еще какие-то вопросы будут, что-нибудь поделаем. Гоша, давай, полетел. Вперед, полетел. Будь здоров. Гоша, четвертый год. Сырое мясо давать, яйца, хлеб не надо, колбасу не надо, не надо вот это все. Лучше обычную говядину или шейки куриные. Натуральные. Да. Вот такое можно. Ну, ягоды, если они, конечно, будут, фрукты, орехи. Вот это все можно давать. Может ли в глаз клюнуть? Ну, если кого-нибудь постороннего, то может клюнуть. Да. А, ну, меня он не трогает. Весь грязный прилетел. В земле весь где-то ковырялся. Сколько его не было? Ну, минут 10. Давай, иди. Захотел мне спрятать в этот капюшон еду свою. Сейчас кого-нибудь на огороде спрячут, наверное. Молодец. Ну, и что, Гоша, так лучше тебя отпускать, чем через дом страшно проходить, да? Он вот тот дом не очень любит. Там, ну, что-то для него страшное есть. И мы решили его отпустить перед домом, чтобы он пролетел спокойно и потом вернулся. Саша уже умел свистеть или ради Гоши не учился? Я плохо раньше свистел, но потом, когда Гоша появился, научился лучше свистеть. Наш ворон стал говорить только после 10 лет. Нифига себе. Вот так. Ну, ждем 10 лет, когда Гоша исполнится. Может, заговорит в 10. Ты в 10 лет Гоша заговоришь или в 20? Садись. Не бойся. Молодец. Ну, хоть так. А дай веточку. Давай. Давай. Давай, давай. Умница. Молодец. Молодец. Гоша, полетел. Привет. Маня. Гоша. Дай грант. Еще, 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 еще. Полетел, полетел. Лосей на прогулку не взяли. Не знаю, они на школу без друга. Саша приехал, а лосей не привез. Эх, надо было, да? Молодец. Молодец. Вот так. Понравился ли процесс съемок и как Гоша перенес эти дни? Короче, процесс съемок я подготовил таким образом, чтобы для него, для Гоши, это выглядело как какая-то обычная прогулка. Да, там надо было от него что-то потребовать, да? Что какие-то действия команда он выполнил. Но в целом, вот Василий Теркин, мы когда снимали, снимали в Питере зимой, в январе или в феврале, не помню. Февраль. Процесс съемки был как прогулка для него. Все максимально легко и лаконично прошло, без всяких там нервозностей. Вот когда снимали Огниво, одну сцену приходилось четыре раза, наверное. Ну, короче, мы ее два дня снимали. В первый день, вот эту вот сцену с полетом над Ладожским озером, когда снимали, вся съемочная команда подумала, что блин, нифига не получится. Ну, потому что Гошка сам изначально боялся большой воды, боялся пляжа с песком. И они очень сильно переживали. Настал второй день. Я Гошку опять привел рано утром на пляж, на съемочную площадку. Мы там погуляли, повеселились. Он помылся, привык, адаптировался. И самую сложную сцену в техническом плане мы ее сняли вообще на ура. То есть без пересъемок. Два дубля сделали идеальных. И все. Ну, а потом в конце досняли сцену первого дня. Вот. И в целом все понравилось. И все были довольны. О, нифига. Шкура. Я знаю, куда он будет сейчас полетать постоянно. Ну как, оно не тухлым воняет, оно не успело сгнить. Сейчас Гошка увидит, наверное, охреняет, будет тусоваться рядом. Ну, спрашивает, не холодно ли ему в проруби будет? А, не, нормально. Никого не тухла. Ну как, он искупался, да, там чуть-чуть подзамерз, так он быстро согреется. У них же температура тела гораздо выше, чем у нас. И немного по-другому устроен организм. Такой примерно вес он может поднять. Сколько ты поднимаешь со мной? Ну, 120. Становое. Нет, по-моему, больше было. 160. Или 170 даже. Становое на раз было. Я, по-моему, как-то в видео тебе отправлял или еще кому-то. В это, в Екатеринбурге когда-то занимался. По-моему, что-то записывал. А если вы про Гошку, то килограмм он точно может поднять. Как с Гошей познакомились? А у него выбора не было? Нашел в лесу его. Он птенецом был. Что-то столько сорок. Раз, два, три, четыре, пять. А вон он где-то там летает. Ну, вон. Кого-то атакует? Вон летит. Чего он? Увидел. Шкуру увидел. Все. Айда, 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 айда. Сейчас вы... Если ее не спрятать, вот эту шкуру, или что-то с ней не сделать, он будет постоянно там. И будет сейчас летать, да, постоянно туда. Какую Гоша скорость развивает при полете? Высокую. Высокую. Ну, не знаю, не замерял. Можете в интернете посмотреть, не знаю, на Википедии. Больше пяти километров в час. Километров сорок, наверное, летит. Да, тут бессмысленно ждать. Гоша, кушать. На, кушать скорее. Ты там нифига не наешься. У него там такая... Ля-ля. У него там шведский стол. Айда, 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 айда. Только я не знаю, куда такую фигню ее деть, чтобы... Себе забрать. Думай. Шкуры выделать на этот... Как я? Перед дверью на этот коврик. Гоша. Проявляет любовь к Саше. Может... Хвостом трясти там вся. Так, клацать клювом. Но не по губам. Айда, на. Ты что там ешь? Иди сюда. Нельзя. Нельзя. Иди ко мне. Ко мне иди. Ну да, пап. Что? Недоволен. Такой шведский стол забирает. Нельзя сидеть. Привет. Привет. У нас или все, кто-то делали? Делают, да. У нас... У меня дома этот Лысинская. Гоша, выпускаете полетать, чтобы он сам себе еду поймал. Например, голуби. Нет. Нет, такого не делаю. Отправил он, пришел. А он голуби и не поймает, не догонит. Вот тут есть и экскременты чтите. Лисинные. Гоша, нельзя. На, кушать. Садись. Так, лучше я его сейчас прицеплю. Были ли питомцы, да, Гоша? Кошка. Ну, кошка, собака. Когда-то раньше морская свинка была, улитка охотина. Ящерки всякие. Ну, обычная ящерица, которую в поле можно найти. Чего ты, Гоша? Кого ты там увидел? Людей увидел? Докопаться решил? М? Пошли? Да. А? Пока ходить будем, следим. Но. Да, лучше его так, на руке, мне кажется. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Ну, сегодня он мне совсем не лезет. Поспокойней? Ну, я от него посильнее уделяю. Так, наверное, то, что... То, что этот... Сытый, и он особо, как бы, не реагирует на тебя. Так, для... Для тонуса. Тяжело ли содержать, и сколько у нас от месяца ходит? Я могу посчитать примерно в год, сколько уходит. А в месяц... Да фиг поймешь, сколько в месяц. Не считал. Вот, смотрите. Минимум два раза в год надо делать медосмотр. Это... Вот полностью со всеми анализами, приемом у врача, рентгеном выходит где-то около 15 тысяч. Это без лекарств. То есть, 30 в год точно на обследование. Плюс, надо учитывать, что мы живем не совсем близко к Москве. А в основном в Москве хорошие врачи, оборудование и все остальное. Ну, в общем, в плане поддержки такой медицинской лучше в Москве делать. Это... Сколько на дорогу выходит? 5 тысяч в одну сторону до Перми, и из Перми до Москвы... Где-то тысяч семь-восемь. Это что получается? 5, 6, 7... 13 в одну сторону, 26 туда-обратно. Плюс... Ну, обследование. 30... Два раза в год. Что получается? 26 плюс 26, 46, 52. 52 плюс... 30... 82? 82 тысячи в год, это только, чтобы съездить туда-обратно два раза. И обследоваться два раза. Это не считая, ну, мясо, еда, там вся фигня, лекарства и всякие ништячки, игрушки. Вот. Но это прям вот если по-хорошему нормально содержать. Понятное дело, что если бы я не вел канал, и не было бы вашей там поддержки с донатами, то таких бы условий не было. Вот. Но так как сейчас это все есть, то показываю и рассказываю, какие должны быть правильные, хорошие условия. Спрашивали еще... В Великом Новгороде живет девушка, у нее ворон Гриша, знаешь ли? Нет, ну, может быть... Может быть и слышал, но так вот сейчас не вспомню. Так громко, Гоша. Прям в ухо. Да. Прям в ухо. Ненадолго прервемся. У нас тут пришла посылка от нашей подписчицы Кристины из Питера. Я вам ее уже показывал на видео, где мы с ней на вокзале общались. И она до этого к нам приходила в гости в Питер, когда мы ездили в Питер со Славой и с Гошей сниматься в фильме. Василий Теркин. Вот. Она приходила тогда, тоже подарила всякие разные подарки, сувениры, там, вкусняшки Гоши. И недавно вот мы ездили, она тоже нас там встретила в Питере, тоже передала подарки. И сейчас она еще прислала кучу всякого. Давайте покажу, что там. Вот. Получается. Натуральное лакомство. Колбаски из лося с рябиной. Так. Так, тут у нас печенье из оленины с анчоусом и ламинарией. Что-то лютое и вкусное. Колбаски, медведь плюс малина. Вот такие вот. Мы еще тени съели. Ну, точнее, Гоша еще тени съел. Он тут у нас уже годовой запас, мне кажется, собрался. Потому что я даю ему помаленьку. Стараюсь все-таки больше натуральное мясо или натуральные продукты давать. Это у нас легкая оленя, уже сушеная-таки. Ну, короче-таки, вот штуки. Так. Тут у нас... А тут у нас... Так, это не то. Вот. Угадайте, что это. Три, два, один. Все. На ответ, надеюсь, написано. Это у нас кедровые шишки, которые Гоша очень даже любит ковырять. Они еще пахнут. Они прям свежие, вкусные. Вкусно пахнут. Это мы любим. Так. И это еще не все. Сейчас покажу. Это у нас ножичек. Ножички мы любим. Это у нас фикс. Не холодное оружие. Тут все сертификат. Есть и дела. Вот такая вот штука. Что-то у нас... Картинка дергается. Вот такая вот тема. Прикольная. Острый. Ну да, острый. Прикольно. Надо будет попробовать его поточить. Посмотреть, какая там сталь. Ножны. Все дела. Коробочка подарочная упаковка. Кристина. Тебе огромный привет и огромное спасибо за... За всего это. Благодарю. Тебе хорошего настроения. Здоровья тебе, счастья. И всем остальным. Тех, кто смотрит нас. Все, дальше поехали. Сейчас Гошке дам орешки. Вот. А, кстати. Чуть не забыл. Помимо всего этого. К трансляциям. На сегодняшней трансляции, скорее всего. Или на следующей. Ну, которая будет в ближайшее время. Мы с Гошкой пособираем вот такое вот лего. Это у нас... У нас было похожее. Есть у Гошки похожее лего. Из таких вот... Ну, короче, крупное лего. Я мелкие все детали уберу, потому что они нафиг не нужны. Только растеряются и будут мусором. А вот эти вот большие все, это вот можно использовать. Тем более, они будут стыковаться с теми остальными, которые у нас есть. Вот. В чем суть? Сюда можно засунуть мясо или какую-нибудь вкусняшку, чтобы он ковырялся. И это прикольно. У него есть мотивация разбирать этот конструктор. Ну, то есть он будет видеть, как я его собираю, как туда что-то прячу. А потом это все он будет собирать. Разбирать, точнее. Вот. Поэтому... Я его и взял. Это интересно. Какой вопрос был? Дружит ли Гоша с кошками и другими животными? Нет, он их только прогоняет. Может покусать, погонять. Но никак не дружить. Гошка кота гоняет. Кот на нашу территорию проник. Молодец, молодец. Иди сюда, покормлю. Иди ко мне, молодец. Молодец. Да? Ты мой дружелюбный ворон. Дружелюбный сосед ворон. Родичи Гоша не прогоняют, если встретятся? Нет, они любопытствуют, подлетают, смотрят, что вообще делает ворон рядом с человеком. Ходят, смотрят. Или издалека наблюдают. Но это другие вороны. Если вороны, то бывает нападают. Вот частый вопрос задают. Что за кожаная веревка у Гоши? На лапках. На лапках у него опутинки. Специально для того, чтобы можно было его к перчатке прицепить. Карабинчиком. И сидел у меня. Но это обычно, когда мы из дома выходим, проходим какие-то страшные для него места. Вот. А когда приходит время его отпустить, допустим, полетать, вот как сейчас. Я его отпускаю, и все, он свободно ходит. А по поводу еды, что там спрашивали? Каждый раз спрашиваю, что Гоша ест. Гоша ест в основном мясо. Это уже неоднократно говорилось. Мясо всякое разное. Нежирное обязательно. То есть говядина, кролики, перепелки. Перепелки желательно спортивные, но не всегда такие находятся. Крысы, мыши. Какая-то, может быть, охотничья дичь, если есть охотники знакомые, у которых можно достать такое мясо. Вот. Ну, а в остальном это творог, яйца, насекомые, фрукты, овощи, ягоды. Гошка вредничать начал. Зову, зову его. Чик, садись. Где-то в огороде там походил, наелся всякой керни. На. Жопа. На. Садись. Садись. Иди сюда, иди. Молодец. Молодец. Вот для чего Путинке и нужны. Весь в грязи, блин. Походил по огороду у кого-то. Че он там копался? Там и другие обороны были, видел? Блин, я там ничего не видел, никакой еды. Так вот. Блин, камера потухла, не видно сейчас. Все. Это было сложно. У меня вроде ручка. Ну, я его сейчас вряд ли уже буду отпускать. Только если куда-нибудь подальше уйдем. Ну да. И тогда. А здесь не вариант, он все равно полетит опять туда. Че там нашел? Непонятно. Неизвестно. Надо найти лужу и его искупать. Все, пойдем сейчас лужу искать. Иди сюда. Сюда иди. На. Садись. Камешек мне принеси, пожалуйста. Дай. Дай камень. Камень. Давай. Молодец. Это твое. Все, иди. Сегодня мы пришли к пруду городскому. Гошку выгулить в новом месте. Ну, не в новом. Забытом, старом. И так же все с прямой трансляцией. Которую вы можете посмотреть на канале в ютубе. Гошка там где-то летает. Вот он летит. До этого гонял ворон. Вороны его тоже гоняли. Одна позарилась на его заначки. И он начал ее прогонять. Гоша. Айда ко мне. Скоро просто. Да? Без 20. Без 20 минут. На. А, вот здесь как раз спуск есть. Сейчас пройдем к краю. А. Гоша, всем приветик передай. Скажи всем привет. Привет. Скажи на работу. Скажи привет. Там может подальше будет нормально. Такие тут у нас места. Раньше вот за той железной дорогой катались на лыжах от школы. Соревнования проводили разные. Ну, сейчас никто этим ничем не занимается. Да и школы уже нет. Давно. Самое вот что обидное, то что школы не стало. И теперь уже точно никто не будет тут заниматься. Так если энтузиасты. Типа нас. Нахрена тут помойку делать? Жесть. Ну, тут сразу видно то, что посиделки устраивали. Костерчик. Место для костра. Гошка побаивается чуть-чуть. Гоша, что такое? Взяли, нафига-то спилили березы? Очередной раз, когда у нас прервалась трансляция, это уже четвертый или третий раз. Бесит жутко. Хочется рвать и метать. Вообще не понимаю, почему. Какие проблемы со связью. Может быть само приложение. Либо телефон. Вон Гошка летает. Где-то... Вот маленькая точка. Все, не видно. А у нас с Гошей посылочка. Прямиком из Парижа. Распаковывай, Гош. Это посылка от Ирины Калининой. Наша подписчица. Прямиком из Парижа. Гоша уже вот распечатал. Открывай, открывай посылку. Давай, смотри, что там. Как консервы открывает. Опа, нифига ты, Гоша. Опа. Вот так вот, да? Че там? Че там? Че там? Ну? Смотрите, как он филигранно все это открывает. Вай! Что за красота там приехала? Что за красота? Это свинка! Остальные свинки уже все поломаны у него. Ой! Ну нифига! Мощная свинка. Гоша, твой размерчик. Молодец! Давай дальше смотреть, что там. Дай посмотрю. Брелочек. Прикольно. Ну, куда-нибудь на ключики повешаю. Что там еще, Гоша? Ой! Это что-то непонятное. Тоже хрюшка пока. Немного другого формата. Вот какая. Из попы у нее там звук идет. Ха-ха-ха-ха. Ох, сейчас ему тут будет чем заняться. Кстати, смотрите. Сделал нож... Ой, ё-моё! Сделал ему, значит, присадок. Смотрите, все оборвал. Надо будет обратно заделать степлером. Вобли. Подкручивал. Ладно. А вот старая свинка у Гоши. Гоша, не хрюкает. Все, Гоша, все, достал оттуда. Все, пусто. Да, свинки-то какие. Ну, я не трогаю. Иди, играйся. У нас выпал снежок, который уже вряд ли растает. Потому что на всю неделю, даже на две недели, по прогнозам, минуса. Играйся. Мусор у тебя заберу. Все. Распаковали. Так, сейчас мы идем на прогулку, но не на совсем простую. Сейчас будем Гошку чуть-чуть проучать. Он уже второй день, второй раз улетал в огород. Не совсем соседский, но в один огород, где лежат всякие потроха от скотины. Вот. Он туда летает и постоянно там что-то жрет. И сейчас, чтобы его проучить, взяли с собой петарды. Корсар первый, небольшой, но бахают они громко. То есть, когда я сейчас Гошку отпущу, вот там вот чуть подальше, он с большей вероятностью полетит в тот огород, чтобы опять посмотреть, поискать, что вкусного там можно взять. Я туда заходил, как-то там бабушка живет. Ну там прям дофига еды. Если чисто для птиц, то надолго хватит. Поэтому, чтобы отучить, я хочу его напугать. Но так, чтобы не самому светиться, и чтобы он знал, что это именно я напугал, а внезапно. То есть, раз, что-то взорвалось, напугало всех. И вряд ли он потом туда полетит. Так еще не делал, но проверим. По идее, должно все сработать. Кошка отправила на круг, проверить, прилетит он или нет. Ну вот, вроде как летит. Ладно, хорошо. А сейчас, мне кажется, как только он доест, полетит в огород за бесплатной едой. За халявой. На-на-на. Молодец. Молодец. Ну давай, Гоша, тихонечко пойдем. И сейчас я его просто отпущу. Давай, полетел. Иди куда-нибудь. Иди, полетел. Просто решил тут походить. Ну, посмотрим. Ладно. Попробуем позвать, прилетит или нет. Все, улетел туда. Ну, все идет по плану, как и хотели. Сейчас, придем до того места, где он харчует. И напугаем. По идее, должен вот, вот в огороде этого дома быть. В огороде этого дома. Так, что-то пока что его там не видно. Вот он должен быть, где бочка. Там подальше. Так, мы видели, со столба улетела птица. Ну, ворон как будто. Куда-то туда в сторону. А-а-а. Они ее, наверное, утащили туда. Выкинули в поле, чтобы к ним не прилетали на этот. На участок. Да, пойдемте сейчас проверим. Тогда лучше нам идти вот по этой, по низу. Сейчас, все проверим. Потому что я помню, в прошлом году тоже выкидывали потруха. Тоже здесь же? А вон он летит. Вроде вон. Гоша, там ничего нет, пошли. Айда, айда, айда. Бомбочку кинул, а он прилетит подобрать. Гоша, пошли гулять. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Молодец. Ну, похоже, там ничего нет, убрали. У нас тут прямой эфир идет. Сейчас пройдем, все-таки, до поля, посмотрим. Не могли же они просто куда-то ее бесследно деть. Закопали? Вряд ли. Так, все-таки, Гошка там тусуется. Сейчас мы устроим ему. Ну, все сороки начали разлетаться. Ну, где-нибудь тут сейчас бахну. Подержишь камеру? Он за гаражом. В каком направлении идти держал? Вот я кину, ну, куда-нибудь, вон, к луже или сюда, и направишь, где птицу. Он сейчас как бахнет. Он летит. Там где-то сел. У другого. Подержи. Там где-то. Ага, видел, улетел. Мы взорвали вторую бомбочку. Он, потому что после первой не понял. Но после второй вроде бы, как осознал всю прелесть страха. Так, он сколько-то полетал вокруг этого места. Тут походил по дороге. Сел на столб и думал, лететь туда, в огород, или ко мне. Ну, я вот ему кусок мяса предложил, взвистнул, и он прилетел. И сейчас я хочу, знаете, что попробовать ему давать в неограниченных количествах мяса. То есть, сколько он может взять, столько пусть берет, ходит, прячет, но находится рядом со мной. Если это сработает, то и дальше буду так продолжать. Если нет, и будет лететь, стараться в то место, то продолжим его пугать. Пугать, да. На, кушать. На, Гош, бери сколько хочешь. Конечно, он может взять полностью весь кусок. Большой достаточно. Ну, так. Пшшш. Не хочет. Не ведет. Не особо пока что помогает именно с первым корсаром его пугать, потому что он все равно туда идет. Но есть заметные изменения в его поведении. То есть, он уже более осторожно туда подходит. Он идет в огород, но к самому месту, где еда, он прям так тихонько-тихонько идет, 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 идет. И прям ждет, когда что-то там произойдет. А так как ничего не происходит, он все равно туда подходит и начинает есть. Вот. Ну, так, мы сейчас домой пойдем, а завтра возьмем с собой шестой корсар. Это уже будет намного громче. И я надеюсь, у него пердежный сриступ начнется. После того, как эта штука бахнет. Вот. И, ну, самое главное, делать так, чтобы он не понял, что это именно от меня угроза такая исходит. То, что это я подрываю бомбочки. Может, я бах и что-то не боялся. Ну, кстати, да, можешь их закидывать. Я рядом стоять буду. А ты сейчас спроси, но завтра можно решить. А их нет ведь? А, сейчас. Ну, в любом случае, даже если завтра там будем взрывать, они же помнят, что я к ним подходил. Вот. Короче, как-то так. Пытаемся отучать. Да, Гоша? Посмотри своим наглым клювом в камеру. О, какой большой клюв. Как я уже сказал, мы договорились с хозяевами дома, что побахаем бомбочки, чтобы прогнать Гошку. Вот он туда опять слетел. Видимо, ни хрена не понял. Ну, попробуем ему объяснить это доступным языком. Сейчас поближе можно будет закинуть. Добро нам дали. Полетел. Испугали точно. Нет. Сейчас точно испугался. Пойдем проверим. Надо было с шестой брать. Ну, дома, да. Что-то не надо будет. Так я подумал, что слишком громко будет, да. Ну, что-то ты как-то с первого на шестой. Как-то неплавный переход. Что, Гоша, испугался? Что такое? А? Что такое? Гоша? Что случилось? Ну? Что случилось? Что, маленький, случилось? Тебя напугали. Кто-то сделал, Гоша. А? Кто тебя напугал? Кто тебя обидел? Да в говне весь клюв. Да, да. Я не стал говорить. Ну, очень. В чем-то, в чем еще, может быть, там кишка вот такая, там желудок. Ну, ты Гоша мерзкий. Но в целом, вот то, что я ему давал, это тоже желудок. Только он чистый. Нет, он чистый. Его промыли. А там-то не промытый, нифига. Там вот прям вот масса такая. Бррррррр.